всем здравствуйте с вами счастливая улитка сегодня видео чехлы на машину заказывала с алиэкспресс получила пакет сразу странность пакет очень маленький и легкий ну откроем посмотрим везде приоткрыт подорван надеюсь чехлами все в порядке чехлы очень ждала на видео видно плохо но чехлы очень тонкие и но они совсем тонкие качество на ощупь очень плохое вот такие чехлы должны были прийти как на картинке итак первый минус чехлы на переднее сиденье слитные это не было нигде написано ну и не было написано что они раздельные на фотографии непонятно посмотрим может все же когда примерим все будет хорошо в общем все же будем мерить с чехлами пришла инструкция и крючки 5 подголовников в вывернутом виде состоянии ну как бы подголовники то нормальные тоже очень тонкая ткань машина я водила разные и чехлы соответственно покупала не раз и не два уже и не три но подобных чехлов у меня еще не было на черекима ну я целый плейлист у меня есть про нее там видно чехлы они тоже дермантин но они плотные хотя те заказывала не с алиэкспресс те я просто покупала в магазине но качество абсолютно другое сейчас смотрю на них уже на отснятом видео и понимаю что они выглядят на видео гораздо лучше чем в жизни то есть на видео не видно насколько они тонкие там где ткань в дырочку где чехлы в дырочку они выглядят неплохо на видео но в жизни они абсолютно тонкие на видео они выглядят даже в какой-то степени прилично и даже как будто бы толстенькие но в жизни ну представьте что вот весь этот комплект он весит килограмм ну это почти нет ничего для такого количества чехлов в общем в любом случае буду мерить хотя бы для видео попробую и и и и и и и и и Решила, иду, меряю, а затем уже делаю выводы. Обычно на эти сиденья чехлы большеваты, а в этот раз они, наоборот, маленькие. Натянуть, но натянули. Но вот, смотрите, такой вид сзади у переднего сиденья, честно говоря, совсем испортила настроение. На видео не видно, но вот светлые сиденья, они просвечиваются сквозь эту тряпочку черную сзади, причем, смотрите, она не натягивается, эта тряпочка, она полукругом торчит в сиденье, то есть любой, кто сядет сзади может испачкать светлое сиденье. Ну и вид, как-то все это не очень. Решили дальше не мерить, никакие дальше чехлы не одевать, то есть снять и одеть старое. С ними пока не решила, что делать. Такая неприятная получилась покупка за 3000 рублей. Это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание, с вами была счастливая улитка. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова